Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В начале выпуска вернемся к теме, которая тронула сердца многих анапчан. Точную причину гибели дельфина Зевса выясняют специалисты Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории. По предварительной версии, причиной смерти Афалина могла стать низкая подвижность из-за искривления позвоночника, из-за которой в итоге развилась пневмония. Как уже сообщалось, его и Афалину Дельфу зоозащитники обнаружили в ноябре минувшего года. Владелец держал дельфинов в силосной яме в поселке Веселовка Темрюкского района. Их отправили для реабилитации в Утрижский дельфинарий. Дельфа умерла спустя месяц, а Зевс, как говорят сотрудники дельфинария, боролся до последнего, полностью съедая положенный рыбный рацион. Под конец его жизни уже, поскольку у Зевс, искривление прогрессировало позвоночника у Зевса, он был малоподвижен. В связи с этим, возможно, уже начала образовываться застойная пневмония. Я не могу сказать наверняка, то есть это уже покажет вскрытие. Но при последнем посеве было выявлен массивный рост клипсиелы, пневмонии. Анализы крови, тоже последние, которые мы брали, они все время ухудшались, несмотря на проводимое лечение, то есть антибиотикотерапия, ежедневные инъекции внутримышечные. Ничего не помогло. Планировали сменить курс лечения, перейти, может, на более мощный антибиотик или добавить еще препараты, поскольку консультировались с многими врачами. То есть это дело уже приняло большую огласку, подключились по всей России практически люди. Но в итоге, к сожалению, мы не успели. Огонь – опасная игра. Конкурс среди детских садов, который должен обучить дошкольников основам пожарной безопасности, близится к завершению. О том, как прививают полезные знания, наша съемочная группа наблюдала сегодня в детсаду «Звездочка». Спички детям не игрушка. Так назвали свою постановку воспитанники детского садика «Звездочка». Маленькие артисты в своем выступлении наглядно показали, как в большинстве случаев возникают пожары. «Зажигай, как хочется повеселиться! Раз, два, три, гори!» Воспитатель Светлана Трунина отмечает важность таких мероприятий. Даже если дети остаются без присмотра, они должны знать, как себя вести, чтобы не произошло беды. К сожалению, в данное время мы сталкиваемся с проблемой, когда детей дошкольного возраста, родители вынуждены на некоторое время оставлять одних дома. И как бы с этой проблемой в связи нужно готовить ребенка к этому, для того, чтобы они знали, как эти 5-10 минут провести дома без родителей, без взрослых. Что нужно делать, если случится такая ситуация? Чего не нужно делать? Профилактика – это самое главное. Целью этого конкурса является еще и обучающая составляющая, так как на представление приглашаются и другие группы детей садика. У них есть возможность еще раз убедиться, насколько опасным может быть огонь, а также еще раз вспомнить, как нужно себя вести в опасной ситуации, и кто первым придет к ним на помощь в случае пожара. Свою профессиональную оценку выступлением дали сотрудники МЧС. Я хочу сказать, что коллективы детских садов, естественно, со своими руководителями подготовились очень серьезно к этому конкурсу. Есть замечательные мероприятия, которые можно демонстрировать по нашему телевидению для познавательной такой программы использовать, ну и для обучения правилам пожарной безопасности наших детей и взрослых. С профессиональной точки зрения, с точки зрения опыта своего, я хочу сказать, что это очень хорошее мероприятие, оно полезно, потому что дети именно в таком вот возрасте усваивают знания пожарной безопасности, эти правила. С трех лет уже спокойно можно обучать дети запоминать эти правила на всю жизнь. Они всегда могут прийти на помощь себе и своим близким, тем, кто окажется рядом. Сам конкурс длится уже несколько недель. За это время в нем приняло участие 12 детских садов города-курорта, а его итоги будут подведены 30 апреля в День пожарной охраны России. В Анапе сегодня открылся медиафорум молодых журналистов. В нем примут участие ребята в возрасте 13 и 17 лет, лауреаты и победители Всероссийских олимпиад по русскому языку и литературе, корреспонденты детских программ, региональных и федеральных СМИ, а также молодые блогеры. Начинающие акулы-пера познакомятся с направлениями современной журналистики и погрузятся в создание и продвижение детских и молодежных СМИ. Автор лучшего проекта, подготовленного в рамках медиафорума, получит грант на бесплатное обучение в Московском институте теле- и радиовещании. Подготовка к летнему сезону началась и в городе, и в сельских округах. Так на днях в селе Варваровка прошел массовый субботник. Сейчас благоустраивается город. Что уже сделано и еще предстоит благоустроить на курорте? Информация, как говорится, из первых рук. В рамках подготовки к курортному сезону 2016 года нами начаты масштабные работы по благоустройству города. Ну, в частности, на сегодняшний день ведутся работы по улице Крымская. Это покраска дорожного бордюрного камня. Сегодня ночью будет нанесена дорожная разметка по улицам Гребенская, Крымская, Владимирская, Краснодарская, Северная и Красноармейская. Также начаты работы по ямочному ремонту городских дорог. Ведутся работы по покраске опора освещения в районе набережной. Идет начат ремонт урн и лавочек по территории всего города. Ну и систематически, естественно, у нас ведутся работы по озеленению, высадке цветов. Рейдовые группы народного контроля провели очередной мониторинг цен на социально значимые продукты в магазинах города, Анапского и Гостогаевского сельских округов. Сегодня стоимость социальной корзины существенно разнится от 547 рублей до 891 рубля. Народный контроль напоминает, что перечень социально значимых продуктов питания с торговой наценкой не выше 10% должен находиться в каждом предприятии розничной торговли, реализующем продукты, на видном и доступном месте. Ценники на них должны быть окрашены цветом, который отличается от ценников на другие товары. В перечень социально значимых продуктов питания с торговой наценкой не выше 10% входят куры замороженные, кроме корочков, масло подсолнечное, рафинированное, молоко питьевое 2,5% жирности и кефир 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете, яйца куриные 1 и 2 категории, сахар, песок, рис шлифованный и т.д. Уважаемые анапчане, в случае возникновения проблем, связанных с использованием банкоматов и терминалов, расположенных на территории курорта, таких как несанкционированное снятие денег с карты, в случае отказа банкомата от принятия наличных денежных средств и других, вы можете дополнительно обратиться по телефону горячей линии. Звонки принимаются по телефону 4-52-49 в рабочее время. И к другим темам по всей стране набирает обороты социальная акция «Добрый знак». Условия предельно просты. Нужно сделать фотографию с любым дорожным знаком и разместить ее в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм с хэштегом «Добрый знак». В Анапе к акции сотрудники ГИБДД и яхтсмены подошли творчески. Отдел ГИБДД, отдел МВД России по городу Анапе призывает всех участников дорожного движения поддержать социальную акцию «Добрый знак», призванную напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. Присоединиться к акции может любой желающий, вне зависимости от возраста и социальной принадлежности. Для участия в акции необходимо сделать фотографию с реальным знаком «Дети», расположенной возле школы, либо дошкольного учреждения, детского сада. Фотографии могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Сегодня на территории города курорта Анапа к акции присоединились дети сотрудников госавтоинспекции по городу Анапе и яхтсмены муниципального образования города курорта Анапа, чтобы поддержать данное мероприятие, напомнить всем участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения. Власти Крыма отказались от катамаранов, которые курсировали между Новороссийском и Феодосией в качестве альтернативы паромному сообщению. Цитируя опыт эксплуатации, показал, что они совершенно нерентабельны, загрузка не превышала 10-20%. Фактическое время хода от Новороссийска до Феодосии составляло от 4 до 6 часов, сказал министр транспорта Крыма Андрей Бесалов. Также обсуждался вопрос возвращения скоростных пассажирских катамаранов Сочи-1 и Сочи-2. Они перевозили пассажиров из Краснодарского края в Крым и обратно летом 2014 года. Когда складывалась наиболее сложная ситуация на Керченской паромной переправе. Однако министр транспорта Крыма отметил, что лишних денег на содержание катамаранов нет. Анапские волейболистки сейчас принимают участие в борьбе за путевку в финал 4-летней спартакиады Кубани. Соперницами наших девушек стали их сверстницы Изабинска, Крымска, Новороссийская и Туапсент. Наш город представляет участницы сборной и спортивной школы Виктория и Олимп поселка Виноградный. В нашей зоне участвуют 5 команд. По итогам этих соревнований две команды выходят в финал, который будет проводиться в Анапе, в поселке Витязево, в спорткомплексе Валлиград. Шансы у нас очень хорошие, девочки играют очень слаженно. Мы надеемся, даже не надеемся, а знаем, что они выйдут в финал. Наигранность уже у них хорошая. Каждый год они участвуют в краевых, муниципальных соревнованиях. Спартакиада у них первая. Завтра будет отмечаться Всемирный день здоровья. В Анапе управление по делам молодежи подготовило ряд мероприятий. В 10 часов на театральной площади состоится акция День здоровья. Ее откроет веселая зарядка, а продолжит большая спортивная эстафета, которая включит различные этапы – армрестлинг, лыжи и даже командные штаны. Завершится мероприятие флешмобом. В 12.30 в школе номер 12 в Станице Анапской состоится профилактическая беседа «Мы за здоровый образ жизни». А в 18 часов во всех подростково-молодежных клубах курорта пройдут соревнования по спортивному многоборью под девизом «Здоровая Россия – это мы». Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКneys. Продолжение следует... Продолжение следует...